Здравствуйте! С вами Влад и новая авторская история моего канала «Так не бывает». У роскошного черного рояля, покрытого золотыми узорами, сидела Екатерина Морозова, хозяйка дорогого поместья. Большую часть своего состояния Катя унаследовала от родителей, которые безгранично ее любили и баловали каждое ее желание. «Помни, Катя, мы не вечная. Однажды тебе придется самой прокладывать свой жизненный путь», всегда наставлял отец. «Ты должна быть сильной и решительной и сама управлять судьбой. Ну что ты тиранишь ее?» Часто вмешивалась в такие разговоры мамы. «Просто хочу, чтобы, несмотря на роскошь, она выросла не избалованной куклой, а умела постоять за себя». «Спасибо вам». Столик и грусти выдохнула Катерина, возвращаясь из теплых детских воспоминаний в реальность. Она смотрела на портрет родителей, расположенный над камином. Всю свою жизнь старшие Морозовы посвятили единственной дочери. Отдавали ей всю энергию и усилия, чтобы наполнить жизнь Кати благополучием и комфортом. Однако они также посадили в своей дочери семена сильной воли и стремления к успеху. «Екатерина Евгеньевна, накрывать к ужину?» – осторожно спросила служанка, заходя в комнату. «Максим Федорович к вам присоединится?» «Не знаю». Грустно покачала головой Катерины. «Накрывай, но пока для меня одной». Не так давно Катя объединилась узами брака с обычным мужчиной, не богачом, как принято было у людей из ее круга. Катя всегда ценила простоту, отсутствие предрассудков, что и отличало Максима от успешных и богатых мужчин, которых она могла бы выбрать. «Подпишем брачный контракт», – предложил как-то Катя один из ухажеров, с которым она встречалась до появления Максима. «Так ведь мы еще не женаты», – приподняла бровь Катя. «Ты же понимаешь, нам не нужны проблемы в будущем, если вдруг мы думаем разойтись». «Сильно же ты ценишь нашу любовь?» «Я в первую очередь деловой человек», – пожал тогда плечами ухажер. Все они были такими, практичными, помешанными на деньгах и правилах, а вот Макс оказался другим, чутким, романтичным, понимающим. Он уже на первом свидании умудрился вскружить Кате голову, а потому, влюбленная по уши, она выбрала именно его. Человека, который вызывал у нее искреннее чувство радости и привлекательности. «Максим Федорович опять на работе задерживается?» – спросила горничная, расставляя на столе приборы. «Да, много трудится он ради нашей семьи», – кивнула Катя. «Завидую вам. Такого хорошего мужчину нашли», – сказала горничная. «Тоже хочу быть счастливой». «Не печалься, Машенька, найдем мы и тебе мужа», – грустно улыбнулась Екатерина. «И будешь еще счастливее». Катя отвернулась, тоскливо глядя в окно. Кто бы мог подумать, что счастье окажется таким недолговечным. Хоть Максим и делал, видимо, что работает, но Катте было ясно. Он далеко не амбициозный и никогда не достигнет ее высот. «Может, хочешь открыть бизнес или заняться каким-то делом?» Время от времени спрашивала Катерина своего суженого. «У меня отличная работа, которая мне очень нравится», – лишь пожимал плечами Максим. «Но что это за работа?» «Я так и не поняла, чем ты зарабатываешь на жизнь. Я – любимец удачи, а остальные подробности будут слишком унылы», – как всегда отшучивался Макс. Катя злилась, но всегда напоминала себе, что выбрала этого мужчину именно потому, что он не походил на помешанных на своих активах снобов. Да, казалось, Макс лишен амбиций, но они часто проводили время вместе, погружаясь во вдохновляющие беседы о жизни, их мечтах и планах. Несмотря на свои недостатки, он был очень романтичным, внимательным, всегда готовым поддержать и защитить свою возлюбленную. И раньше казалось, что этого вполне достаточно. Внезапно хлопнула входная дверь, заставив хозяйку дома и горничную вздрогнуть. «Пойду принесу второй набор приборов», – улыбнулась Маша. «Конечно, спасибо», – кивнула Катя. Сама она встала из-за рояля и пошла встречать любимого. «Да, да, я в процессе. Скоро это дело решится», – нервно отвечал кому-то в трубку телефона Максим. Катя даже замерла за углом, оставаясь для него невидимой. Не то чтобы она любила подслушивать, просто разговор был явно тревожным. «Это не так просто сразу достать такую сумму». «Да, я понимаю. Но она станет задавать вопросы», – продолжил говорить Максим. Словно почувствовав чужое присутствие, он воровато оглянулся и понизил голос. «Я достану. Просто дай мне немного времени». «Что могло случиться?» – подумала Катя, приложив руку к груди. Услышав разговор, она внезапно ощутила волну грусти и разочарования. Сердце ее забилось, распространяя по телу нехорошее предчувствие. Она пыталась успокоиться. «Ведь это все еще мой Максим». Но отделаться от неприятных подозрений оказалось не так уж и просто. Уличная кофейня расположилась прямо на углу большого здания торгового центра. Цветущий плющ зеленой паутинкой обвивал ее сетчатые стены, отделяя посетителей от творящейся на улице суеты. «Свет, я так нервничаю», – сказала Катя, комкая пальцами лежащую на столике салфетку. «Макс в последнее время какой-то отстраненный стал. Постоянно с телефоном куда-то уходит, звонит, переписывается с кем-то, на мои вопросы не отвечает. Никак не могу понять, в чем дело». «Какие-то еще странности были?» – спросила Света давняя подруга Катерины. Поздно стал возвращаться. Выпивший. Говорит, что переговоры на работе тяжелые, приходится допоздна задерживаться. «Но я же не дура. Один раз учуяла чужие духи на его рубашке. Я же сама в бизнесе, Свет, и знаю, что такое переговоры». Светлана с грустью посмотрела на подругу, а затем осторожно взяла ее за руку. «Знаешь, мужчины, конечно, загадка. Иногда они делают странные вещи, и это сбивает с толку. Но, может, у него другая появилась?» – тихо проговорила Света. Катерина испуганно вздохнула, пристально глядя в глаза подруги. «Думаешь, но почему сразу измена? Мне так страшно представить, что я могу потерять его?» «Кать, ты красивая, умная, состоятельная женщина. Тут же принялась успокаивать подругу Света. Просто поговори с ним откровенно. Если что-то выяснится, то поверь, лучше закончить это как можно раньше. Не дай бог дети еще родятся». Глаза Катерины наполнились слезами. Даже просто воображать такое было мучительно больно. Сердце болезненно вздрагивало при воспоминании о холодных взглядах и раздражительном поведении Максима. В последнее время они даже перестали разговаривать, что окончательно убивала Катю, заставляя ее чувствовать себя совершенно ненужной в собственном доме. «Ты заслуживаешь лучшего», — уверенно сказала Света. «Спасибо, ты меня поддерживаешь», — схлепнув, сказала Катя. «Слушай, ты все-таки проверь его телефон», — сказала на прощание подруга. «Нет, что-то я не могу. Это не культурно». «Совсем не узнаю тебя. Ты же всегда умная была. Наперед все просчитывал, насквозь людей видела. А с этим Максимом прямо в романтическую размазню превратилась, покачала головой Света. Просто люблю его». Катя ощутила болезненный укол, пронзивший насквозь самую суть ее души. «Если только все эти подозрения кажутся правдой? Если вдруг Максим охладел к ней? Нет. Выдержать такое было явно выше ее сил. Слишком уж сильно она полюбила, чтобы так жестоко разочаровываться». Вечерний сумрак окутывал комнату. Катя сидела на краю кровати и дрожащими пальцами пролистывала экран своего телефона. «Просто программка. Я своему на телефон тоже установила, чтобы читать СМСки и просматривать, кому он звонил», сказала Света, показывая приложение в своем смартфоне. «Как-то гадко от всего этого на душе», – помурщилась Катя. «Зато живется спокойно. Ты просто незаметно ему на телефон тоже скачай ее и сможешь отслеживать все, чем он с него занимается». Коряя себя за чрезмерную подозрительность, Катя все же последовала совету подруги. И вот теперь она сидела на краю кровати с сердцем, готовым лопнуть от боли. Листая ничего не значащие сообщения от друзей и коллег, Катя вдруг наткнулась на СМС с любовным содержанием от некой Анны. Ее руки дрожали. Дыхание стало тяжелым, а в глазах полыхали ярость и обида. «Так как он посмел?» – процедила Катя. «Как он мог пойти на такое после всего, что между нами было?» Слезы застили глаза. Катерина встала и стремительно покинула спальню, готовая прямо сейчас устроить Максиму грандиозный скандал. Пора было выяснить отношения. И если потребуется, то поставить в них жирную точку. «Сволочь! Кобелина! Я столько всего ему дала!» Катя как ураган ворвалась в гостиную, затем метнулась в кабинет Максима, но и там не обнаружила супруга. «Да где же ты?» – прошипела она, заходя в гардеробную. Все вещи неверного супруга были на месте, кроме костюма, который он обычно надевал на деловые переговоры. «Ясно. Поехал на гулен, значит», – обиженно процедила Катя. Сейчас ее сердце было заполнено болью, обидой, а еще страхом и растерянностью. Чувства, совершенно незнакомые ей до сегодняшнего дня. Чувства, с которыми ее не учили справляться. «Где он? Почему пропал в самый неподходящий момент? Ведь я только хотела поговорить!» – воскликнула Катя. Она набрала знакомый номер, выслушала несколько гудков и нервно сбросила звонок. «Нет, я не буду унижаться до такого. Просто подожду, когда сам появится», – подумала она, стараясь успокоить расшатавшиеся нервы. Утро выдалось не самое удачное. Хозяйка дома ощущала себя совершенно разбитой. Вечерний запал на ссору прошел, а в душе поселилась лишь пустота и глубокое разочарование. «Ничего, приползешь еще», – с отвращением сказала Катерина, глядя на пустую подушку рядом с собой. Но прошел целый день, а Катя так ничего и не услышала о Максиме. «Это уже ни в какие ворота! Куда он мог запропаститься?» Тревога нарастала с каждой минутой. Страх захлебывал буквально каждое ее действие. К вечеру она уже была готова простить Максима, лишь бы он появился на пороге дома. А к исходу второго дня Катя не смогла больше бороться с сомнениями и паникой в одиночестве. «Здравствуйте! Я бы хотела заявить о пропаже человека», – сказала Катя, добравшись наконец до окошечка дежурного. Она решила обратиться в полицию, надеясь на быстрое содействие и помощь. «Давно пропал?» – скучающим тоном поинтересовался дежурный. «Два дня назад. На звонки не отвечает. Вещи с собой не забрал. Только то, что носил на себе и машину». «Извините, мадам, но по закону мы должны ждать минимум 72 часа после пропажи, чтобы начать поиск. Обычно в таких случаях люди возвращаются сами по себе, если им есть к кому возвращаться». «Как же так?» – Екатерина почувствовала, как начинает падать в пропасть отчаяния. Душа застыла от бесконечного ожидания самого худшего, но сердце, это неугомонное сердце, продолжало биться решимостью. «Поезжайте домой, дождитесь, пока сам объявится. Ну, либо пройдут еще сутки, и нам придется начать поиски уже со своей стороны». Столикое раздражение в голосе посоветовал полицейский. «Спасибо», – помертвевшим голосом отозвалась она. Всю дорогу до дома Катя, не переставая, молилась, чтобы застать неверного гулящего, но хотя бы живого Максима на пороге. Время шло медленно. Стрелки часов, словно издеваясь, едва ползли по циферблату. Какая-либо решимость в сердце окончательно угасла. Ее просто задавило собой всепоглощающее беспокойство. Полиция приступила к поискам лишь через пару дней. Мы проверили по камерам, где он в последний раз проезжал на своем автомобиле, и вот… Полицейский с сомнением протянул Катте фотографию, на которой был запечатлен обгоревший автомобиль. «О, боже! Нет!» Только и смогла выдохнуть она. «Максим пострадал? В какой он больнице?» Причувствие чего-то страшного спустилось над ее головой. Катя уже жалела, что так сильно разозлилась на Макса из-за того триклетого СМС. Казалось, ее ненависть карой обрушилась на голову неверного супруга, заставив его испытать те же страдания. «В салоне автомобиля, на месте водителя, мы нашли обгоревший труп», — сказал полицейский. «Что?» Ноги Кати подкосились. Она едва удержалась от падения, схватившись за дверной косяк. «Он настолько пострадал, что невозможно сказать сразу, кто это был», — поспешил успокоить полицейский. «Вы можете сказать что-то об этом?» Еще сильнее, сомневаясь в правильности своих действий, полицейский достал второй снимок и протянул его хозяйке дома. Новое фото демонстрировало, как в половине разрушенной машины лежит тело. Кого-то, кого Екатерина так долго ждала, и кого больше не было на этом свете. «Того не может быть», — прошептали похолодевшие губы. Сжавшись от боли и потрясения, Катя сильнее прижалась к дверному косяку, словно пытаясь остановить землю от вращения своими ногами. «Максим, мой любимый!» Глаза ее были полны слез. Но ее жестокая судьба не спешила давать простор для горя и боли. «Вы можете опознать что-либо на этом фото? Нам нужно, чтобы вы...» Полицейский продолжал что-то говорить, показывая снимки каких-то предметов и частей одежды. «Тело сильно обгорело. Вам в любом случае нужно пройти опознание, чтобы подтвердить личность супруга», — посерьезневшим тоннам сказал полицейский. Он тронул Катю за плечо, но та лишь бессмысленно покосилась на его руку стекленным взглядом. «По-вашему, я готова сейчас разглядывать останки человека, которого любила сильнее собственной жизни?» — сказала она дрожащим голосом. «Хорошо», — устало выдохнул полицейский. «Как насчет опознания вещей покойного?» «Это никак нельзя отложить. Понимаете, ваш муж был сиротой. Нам больше некого спросить об опознании, а его личность нужно остановить, чтобы закрыть ваши заявления о пропаже. Бюрократия, но вы же должны это понимать». «Бумажки. Все ради бумажек?» «Не переживайте. Вам не придется ходить в морг. То есть, если будет на нем какой-то брючный ремень, какие-то брюки или рубашка, запонки, значит, это точно он?» Начал увечевать полицейский, готовый подхватить Катю, если та надумает упасть в обморок. «Хорошо. На такой я еще смогу пойти», — бесцветным голосом вымолвила она. «Только мне нужно хотя бы чуть-чуть прийти в себя. Сейчас совсем как не в своей тарелке. Даже не знаю, что делать». «Простите, что тревожу вас», — с жалостью в голосе проговорил гость. «Но это все равно нужно будет сделать». «Я понимаю, понимаю. Просто дайте мне пару часов, хорошо?» Полицейский неодобрительно нахмурился, но, видя состояние Кати, настаивать не стал. «Вот моя визитка, тут адрес отделения и мой телефон. Как только будете готовы, наберите, но не затягивайте, хорошо?» Катя машинально кивнула, сжав похолодевшими пальцами картонный прямоугольник. В ее голове была лишь пустота. Сердце, казалось, перестало биться, а в душе поселилась черная сосущая пустота, примастившаяся прямо на дне огромной дыры с рваными краями. Будто то единственное важное, что давало ей эмоции, вырвали просто с корнем, оставив после себя лишь ледяное крошево. Катя сидела за рулем своего автомобиля, все еще потрясенной и ужасной новостью о гибели Максима. Сердце переполняли скорбь, боль и непостижимая пустота. Боже, ну почему все так сложилось? Катерина чувствовала себя неважно. Ее руки тряслись на руле, а слезы непроизвольно текли по щекам. «А это еще что?» Трасса была практически пуста. Но вдалеке Катя заметила маленькую девочку, которая стояла на обочине в стареньком пальто и махала рукой. Рухнувшее сердце Катя не могло оставить ее равнодушной к жалобному зову ребенка. «Малышка совсем, что она тут делает?» Катерина съехала на обочину. Вышла из машины и подошла к девочке. «Дорогая, ты что здесь делаешь?» «Очень небезопасно стоять на дороге в такую метель. Неужели тебе негде укрыться?» А беспокоенно спросила Катя. Малышка с бледным лицом и горящими глазами посмотрела на нее с печалью и какой-то паникой. «Тетенька, мне срочно нужно добраться в город. У моей мамы сильная температура, а у нас в деревне аптеки нет. И не знаем, что делать. Маме очень плохо», — пролепетала кроха, пряча в рукава озябшие пальцы. «Ты что же, поехала в город совсем одна?» «Больше некому», — шмыгнула носом девочка. «Как тебя зовут?» «Соня!» «А меня, Екатерина!» «Да ты замерзла совсем!» Услышав рассказ девочки, Катя ощутила, как сердце сжимается от сострадания и беспомощности. Одна, на заметаемой снегом трассе. Соня отчаянно нуждалась в помощи, но никто не спешил протянуть ей руку. «Давай-ка, милая, садись в машину, тебе нужно согреться», — сказала Катерина, стараясь выдавить из себя улыбку. Соня сделала робкий шаг вперед, но затем остановилась. Она как будто опасалась незнакомку, но при этом отчаянно хотела довериться ей, чтобы кто-то взрослый мог решить ее проблемы. «Не бойся, я отвезу тебя в город», — сказала Катя, поглядывая на усиливающуюся метель. «Только нам нужно поторопиться». Девочка благодарно улыбнулась и быстро забралась в салон. Катя почувствовала горячее содрогание детской руки в своей, что еще сильнее подтолкнуло ее к действию. Мотор натужно заурчал. Они выдвинулись в пустынной белизне снегопада, сквозь которую пронизывал ледяной ветер. В салоне повисла тишина. Малышка пугливо терла друг от друга замерзшие ладони, а Катя пыталась сообразить, как поступить с несчастной девочкой. «А как зовут твою маму?» — нарушил молчание Катерина. «Лена. Она очень хорошая. Я ее люблю и боюсь из-за того, что она заболела». «Уверена, что она очень хорошая», — кивнула Катя. «Мы постараемся как можно быстрее доехать в город. Но скажи-ка, где ваш папа? Почему он не проводил тебя?» «Где папа?» «Не знаю. Я его только по фотографиям видела». «А что с ним случилось?» «Не знаю. Мама не любит о нем говорить». Катя услышала в голосе девочки еще большую печаль и решила не развивать неприятную для малышки тему. «Надо ее как-то отвлечь, а то совсем приуныло», — подумала Катерина, опасаясь, как бы у девочки не начался шок. «Сонь, а расскажи про вашу деревню, как вы там живете?» Она моргнула, а затем тихонько начала рассказывать о своей простой семье, об их жизни и о том, как они держатся вместе, несмотря на невзгоды. Катя слушала с добротой и пониманием, чувствуя, что эта встреча не случайна, что она может быть источником надежды друг для друга. «Ты очень смелая, раз решила одна, броситься в ночь, чтобы помочь маме», — сказала Катя. «Просто я люблю ее», — грустно ответила Соня. «А что ж с твоей мамой Леной случилось? Почему она так сильно заболела?» «Возвращалась домой с работы, да в полынью недавно провалилась. Путь хотела срезать, чтобы я одна долго не сидела, а в итоге вон что вышло». Катя в очередной раз покачала головой, сожалея, что малышке пришлось столько пережить в свои годы. На вид Сонне было лет десять, но взгляд ее уже выдавал немалый опыт. «Ладно, Соня, давай поступим так», — сказала Катя, останавливаясь у обочины. «Я отвезу тебя в аптеку, а потом мне нужно будет в одно место неприятное зайти, но тебя я с собой не возьму. Посидишь в машине, пока я приду, хорошо?» «Хорошо», — согласно кивнула та. В дороге Соня немного отогрелась. Щеки ее раскраснились, и она уже не выглядела такой потерянной. Катерина медленно вышла из автомобиля, оставив его на стоянке рядом с моргом. Она оглянулась на Соню и решила, что лучше не брать ее с собой. «Слишком уж мрачное место», — проговорила Катя. «Там, куда она направлялась, было слишком пугающе не только для юной души. «Э-э-э, здравствуйте, есть кто?» — поздоровалась Катя. «Здравствуйте снова», — проговорил все тот же полицейский, с которым она уже виделась сегодня. «Я так не удосужилась спросить, как вас зовут?» — проговорила Катерина. «Альберт», — кивнул тот. «Пойдемте, в этой комнате лежат все вещи». Войдя на склад, Катя с трудом сдержала слезы. «Это его куртка», — шепнула она. Голос дрожал от эмоций. «Я узнаю этот цвет, текстуру. Это точно был Максим». «Вы уверены?» «Да, точно, я сама это покупала», — покачала головой Катя. Она медленно опустила куртку обратно на стол и обвела взглядом остальные предметы. Каждый из них был свидетелем жизни и любви. Измены, которая, возможно, стала причиной гибели Максима. «Сочувствую вашему горю», — тихо сказал Альберт. «Езжайте домой. Вам понадобится много сил». К машине Катя возвращалась с тяжелым сердцем. В ночной тишине, совершенно одна окутанная горем, Катерина осталась наедине со своими мыслями и воспоминаниями о погибшем муже. Боль и тоска заполнила ее сердце. «Что случилось?» — устала, — сказала она, взглянув на Соню. Девочка, маленькая и беззащитная, глядела на Катю испуганными глазами. Ее лицо выражало странное напряжение. «Соня, я совсем не сержусь», — прошептала Катя, пытаясь ее успокоить. «Простите меня, тетя Кать, я не хотела», — шмыгнула носом девочка. «Мне было скучно, и я случайно открыл ящичек, а там выпала фотография. А откуда у вас фото моего папы?» «Что?» Катя ошарашенно тряхнула головой. Соня держала обычный снимок Максима, который она хранила в машине. «Неужели?» «Это мой папа», — еще раз повторила девочка. «У нас дома есть похожее фото, только он там не такой старый». Внутри Катя все перевернулось. Она почувствовала смущение, боль и невероятное замешательство. В ее глазах отразился страх и тревоги. Она обняла Соню, пытаясь успокоить их обеих. Страшная догадка промелькнула в голове. «А что, если Максим изменял мне с ее мамой?» «Соня, послушай меня внимательно», — сказала Катерина, стараясь собраться с мыслями. «На этой фотографии мой муж, Максим. И я не думаю, что он может быть твоим папой. Возможно, они просто похожи». Соня смотрела на Катю с непониманием в глазах. Ее лицо отражало смесь горечи и смятения. «Нет, я уверена. Я же каждый день смотрю на нее, и папу узнаю из тысячи других», — говорила она слабым, вздрагивающим голосом. Катя кивнула, не в силах удержать слезы, начавшие катиться по щекам. Они продолжали сидеть в машине, словно две потерянные души, пытающиеся найти утешение в объятиях друг друга. Катя поняла, если все это правда, ей как-то придется сказать Соне, что ее папы больше нет в живых. «Поехали. Отвезем твоей маме лекарства», — сказала Катя, вытирая слезы. «Ты сможешь показать дорогу? Знаешь, как доехать до вашей деревни?» «Да», — кивнула Соня, продолжая пугливо прижимать фотографию Максима к груди. Катя сидела за рулем. Сомнений и страх охватывали ее мысли. Метель свирепствовала за окном, и она боялась, что Соня не сможет дойти до своего дома без помощи. Внутри нее горело желание помочь и защитить девочку. «Почти приехали», — нарушила тишину малышка. «Вон там поворот, а дальше по главной улице». «Хорошо. Ты как себя чувствуешь?» — спросила Катя. «Нормально». «Боже, какие сугробы!» — ругнулась Катя, объезжая очередной затор. Медленно пробираясь по заснеженной трассе, она уже дважды застревала. Но каждый раз ее иномарка находила способ выбраться из затора, выручая хозяйку. «Вон там мой дом», — сказала Соня, указывая пальчиком в нужном направлении. Наконец, они добрались. Катя припарковалась как могла, заглушила мотор и помогла Соне выбраться из салона. Она сжимала детскую ладошку в своей руке, пальцами другой осторожно сжимала снимок, который забрала у девочки. «Пойдемте, тут тропинка. Дверь я оставила не запертой», — сказала Соня, стараясь перекричать ветер. Катя пошла следом, а затем попала в дом. Несмотря на то, что они шли вместе, Катя постучала в дверь, привлекая внимание хозяйки. «Доченька, где ты была?» — тут же воскликнула Елена, выбежав на стук. «Мы привезли тебе лекарства», — шмыгнула носом Соня и протянула маме прозрачный кулек с таблетками, которые они купили в аптеке. «Что? Ты была в городе? В такую метель?» Елена схватилась за сердце и прижалась спиной к стене. Она и без того имела весьма болезненный вид, так еще и переволновалась за дочь. Глядя на нее, Катя почувствовала сострадание. «Не переживай, тетя Катя за мной присмотрела», — сказала дочь. «Простите, а вы... Я даже не знаю, как перед вами извиниться, что столько хлопот принесли», — спохватилась Елена, словно только что заметила пришедшую вместе с дочерью гостью. «Да ничего страшного. Мне, можно сказать, по пути было», — пожала плечами Катерины. «Выпейте таблетки. Надеюсь, вам станет получше». «Что ж мы стоим в дверях-то? Проходите!» — позвала всех в дом Елена. Катя проследовала следом за девочкой и ее мамой, оглядывая бедноватую обстановку. Она дождалась, пока Лена проводит дочь в свою комнату, выпьет жаропонижающее и только тогда приступила к главному вопросу. «Лена, скажите, у вас есть вот такая фотография?» — сказала Катя, протягивая снимок Максима. Лена уставилась на фотокарточку, которую Соня нашла в бардачке машины и тут же нахмурилась. «Откуда она у вас?» — спросила хозяйка. «Понимаете, Соня сказала, что это ее папа, поэтому у вас...» «Да, нашу историю я хорошо знаю, но откуда фото моего сводного брата взялось у вас?» «Что? Сводного брата? Но как же Соня...» Елена устала, выдохнула и опустилась на стул, кивком предложив гостей сделать то же самое. «Знаете, все непросто. Когда дочь подросла, то стала задавать вопросы, а я не придумала ничего лучше. Это не мой муж, как думает Соня. Просто я так говорю, чтобы у нее хоть какая-то ассоциация с отцом была. Не могу же я ей сказать, что папа нас давно бросил». «Простите, я не знала». Катя почувствовала горечь в сердце. Она осознала, что Соня жила во лжи. И хуже всего было то, что правда нанесла бы ребенку еще большую травму. Она посмотрела на Лену со страданием и жалостью в глазах. «Я понимаю, сложная ситуация», – прошептала Катя. «А что вы говорили насчет брата? Я думала, у Максима нет родственников». «Простите, а вы его откуда знаете?» – спросила Елена. «Мы поженились несколько лет назад», – тихо пояснила Катя. «Расскажите, умоляю, я должна знать, что за человеком он…» Катя не смогла договорить фразу о смерти Максима. Просто не хватило сил. Елене и так было сложно. И Катерина пока не решила, как передать столь трагичную новость. Лена кивнула. Ее глаза были полны горечи и сожаления. «Мой сводный брат, Максим, мы провели детство вместе, но судьба нас развела. Наши родители сошлись, но потом начали пить. Максим попал в детский дом. Органы опеки подумали, что ему там будет лучше, чем с такими родителями. Но в итоге у него проблемы с законом. Мы виделись раньше периодически, но он всегда просил деньги. Игроманом был». Катя чувствовала, что с каждым словом Лены земля все сильнее уходит у нее из-под ног. Она не могла поверить, что все это время была настолько далека от истинной семейной истории Макса. «Почему я не знала обо всем этом? И как вышло, что все это оставалось покрыто тайной столько лет?» – подумала Катя, пытаясь держаться. «А я ни разу не слышал о нем ничего предосудительного», – дрожащим голосом сказала она. Лена лишь развела руками. Видимо, Максим умело маскировал свои проблемы. Он был искусным мошенником, ловко скрывал свою настоящую сущность. Мы все были обмануты. Катя почувствовала себя разбитой. Она смотрела на Лену. Отражение своих собственных эмоций в ее глазах. Боли разочарования охватывали их обеих. «Что нам теперь делать?» – спросила Катя и всхлипнула. «Вероятно, вы отправитесь домой, а я уж, простите, продолжу врать дочери. В мире мало что изменится. Но поверьте, вы живете с человеком, которого совершенно не знаете». Максим умер несколько дней назад. «Сегодня я ездила опознавать его вещи, потому что тело обгорело настолько, что не осталось никаких особых примет», – сказала Катя. Лена неожиданно закашлялась. «Слушайте, я соболезную тому, что Максим сумел причинить вам столько боли, но вы на самом деле не знаете, о чем говорите», – с трудом отозвалась Елена. «Я не поверю, что он погиб, пока не увижу своими глазами. И даже тогда не буду допускать стопроцентной вероятности. Братец очень насолил мне за всю жизнь, так что…» Она снова содрогнулась от кашля, зажимая рот салфеткой. «Что ж, простите, что побеспокоила. Я, наверное, пойду», – смутилась Катя. «Я поеду, извините, еще раз». «Конечно, и спасибо вам», – выдохнула Елена. Выйдя в прихожую, Катерина вздохнулась с некоторым облегчением. Тяжелый разговор о погибшем мужа закончился, по крайней мере, на этот день. Она чувствовала, что ей нужно уйти, вернуться домой, чтобы переварить все сказанное. Но когда она вышла на улицу, встретила стену снега, замятшую дорогу. «Ни за что не проехать», – прошептала Катя, оглядываясь вокруг. «Придется ждать утра или надеяться, что кто-нибудь проедет мимо и поможет». Торчать на улице в ожидании кого-то на самом деле было бессмысленно. Ветер задувал все сильнее, так что никто во всей деревне не думал даже носа показывать на улицу. «Вот же ж», – проворчала Катя, заходя обратно в прихожую. Она вернулась в дом Елены и нашла ее и Соню в гостиной. В комнате царила спокойная атмосфера, словно они создали свой маленький островок тепла и уюта в этом заснеженном плену. Для них со смертью Максима и правда ничего не изменилось. Просто маленькая семья, которая продолжает свою маленькую жизнь. «Катя, ты вернулась?» – удивленно произнесла Лена. «Дорогу замело, не могу выехать». Пожала плечами та. «Можно я подожду у вас, пока не придет помощь какая-нибудь?» «Конечно, оставайся сколько надо. Я постелю тебя на диване». «Да нет, не надо. Может, подскажешь, где у вас тут трактор можно арендовать?» «Да никого ты не увидишь до утра», – покачала головой Лена. «Оставайся». Катя с благодарностью кивнула. Она понимала, что у Лены и Сони были свои тяжелые переживания. Но, несмотря на это, они открыли свои двери для нее, чтобы помочь ей в трудную минуту. Катя села на стол рядом с ними и позволила себе немного расслабиться. «Тетя Катя, у вас все хорошо. Почему вы грустите? Это из-за дороги?» «Нет, дорогая, просто немного устала». Внутри же бушевали смешанные эмоции. Катя по-прежнему переживала из-за разговора о Максиме, но теперь к этому добавилась тревога за свое будущее. Она ощущала себя замкнутой, запертой в этом снежном плену, и это вызывало у нее чувство беспомощности. Соня выбралась из объятий матери, подошла к Кате и положила руку на ее колено. «Давайте мы с вами найдем занятия, чтобы отвлечься от всего. Может быть, сыграем настольные игры или фильм посмотрим?» Катя благодарно улыбнулась. Она понимала, что ей нужно отвлечься от своих мыслей и дать себе возможность насладиться моментом. Она согласилась, и вместе они провели вечер, играя, и даже на пару часов она перестала думать о рухнувшей жизни. Провести в гостях у Лены и Сони пришлось несколько дней. Катя с трудом вырвалась из снежного плена по едва расчищенной трактором дороге и направилась домой. «Спасибо за приют», — сказала она на прощание Лене. «Приятно было познакомиться. Заезжай еще как-нибудь. Соня, кажется, к тебе привязалась». У Кати было столько дел, включая организацию похорон Максима, что ее сердце колотилось от напряжения. Каждая минута была драгоценной. «Что-то тут не так», — сказала Катя, подъезжая к воротам. Едва выйдя из машины, она почувствовала что-то неправильное. Катя вошла в свой дом, и ее глаза обратились к разрушенной комнате и открытому сейфу. Деньги, предназначенные на похороны Максима, были украдены. Ключ от сейфа словно специально бросили на пол, издеваясь над хозяйкой. «У кого могли быть ключи?» — убитым голосом проговорила Катя, осматривая перевернутый кабинет. Но кто мог знать, что они тут спрятаны? Ее сердце сжалось от горя и ярости. Она понимала, что все это произошло, пока она была у Лены и Сони. Но кто был настолько безжалостным, чтобы ограбить ее дом? Внутри бушевали эмоции. Страх, злость, отчаяние. «Как будто мне бед не хватало! Еще и это теперь!» — выкрикнула Катя, пиная крышку вывернутого тайника, о существовании которого знали только два человека, один из которых был уже мертв. Катерина принялась лихорадочно соображать, как выкрутиться из сложившейся ситуации. «Ладно, допустим, у меня еще осталось немного денег», — сказала она, расхаживая по перевернутому кабинету. «Этого должно хватить на похороны Максима, но...» Катя тут же отдернула себя. Сейчас она не могла позволить себе сомневаться или расстраиваться. Нужно было собрать все свои силы, чтобы организовать церемонию прощания. Как и полагается, похороны любимого стали самым грустным и траурным днем в ее жизни. Катя не знала, кого пригласить на прощание, поэтому просто сделала рассылку всем контактам в телефоне Максима, который обнаружила в машине. Некоторые гости все же собрались. «Простите, могу я завладеть вашим вниманием?» — послышался вдруг мужской голос. Незнакомый бизнесмен с грустными глазами подхватил Катю под локоть и осторожно отвел ее в сторону. Он заговорил с ней тихим, но уверенным голосом. «Знаю, это прозвучит бредово, но ваш муж жив. Он занял у меня большую сумму денег и вчера вернул ее. Не знаю, откуда он их взял, но я видел его собственными глазами, здорового и невредимого». Слова бизнесмена буквально пронзили Катю, заставив ее сердце замереть. «Этого не может быть», — выдохнула она, пытаясь справиться с шоком. «Максим сгорел в той машине. Нет никакой возможности, чтобы он выжил». «Возможно, в машине был кто-то другой», — ответил бизнесмен. «Я знаю, что он играл в карты в подпольном казино. И, вероятно, Максим только так смог отдать деньги, которые он занял у меня», — с намеком произнес бизнесмен. «Что же это такое?» Смешанные чувства заполнили Катю. Удивление, надежда и гнев. Она не могла поверить, что Максим мог так поступить с ней. Он был жив, и все его отлучки и таинственные поездки были связаны с его опасной страстью к азартным играм. Неужели после стольких лет совместной жизни он на самом деле мог поступить со мной так? Не знаю, насколько хорошо вы знаете своего мужа, но в наших кругах он считается довольно ненадежным субъектом. «Я прибыл сегодня сюда, чтобы предупредить вас об этом обмане». «Все, как и говорила Лена», — подумала Катя, чувствуя, как сердце разрывается на части от обмана, предательства и горя. Но она была решительной. Она должна была выяснить правду, найти Максима и разобраться во всем этом хаосе, который охватил ее жизнь. Катю сильно потрясли откровения бизнесмена, который позже представился Борисом. Теперь она понимала. Постоянные отлучки Макса имели связь с его страстью к азартным играм. Все стало на свои места. И теперь Катя наконец поняла, почему супруг так часто исчезал и возвращался с деньгами. Никакого бизнеса не было, только карты. «Странно, что в итоге только ты, по сути, незнакомый человек, пришел мне на помощь», — сказала Катя. «Ну, мне все равно нечем заняться», — пожал плечами Борис. Мужчина с грустными глазами, ко всему прочему, оказался еще вдовцом. Поначалу Катя настороженно относилась к его помощи, но потом поняла, Борису на самом деле просто одиноко. А это приключение помогает хоть немного раскрасить жизнь после смерти жены. «Итак, смотри», — сказал Борис, показывая несколько листков бумаги. «Я потратил несколько дней и ночей, выстраивая логическую цепь событий». Борис продолжал рассказывать о своем плане папаньки Максима, а Катя просто слушала не в силах что-либо ответить. Все ее существо заполнилось внутренней борьбой между желанием верить в человека, которого она когда-то любила, и неуклонной уверенностью в его виновности. Ее сердце разрывалось от горя и предательства, но она не могла позволить себе сломиться. «В общем, потом я нанял детектива, и он выследил Максима на съемной квартире», — сказал Борис. «Что?» — встрепенулась Катя. «Ну да». Макс просто перенес все награвленное в другое место и даже не додумался где-то спрятать добро до лучших времен. «Прости, я не стал ждать твоего одобрения и просто позвонил в полицию». «Почему ты не посоветовался со мной?» Тут же взвелась Катя. Ее сердце замирало от тоски и горя, возникшего от осознания, что ее все-таки на самом деле обманули. Катя понимала, что ее жизнь никогда уже не будет прежней, но она как будто не готова пройти через все это, даже чтобы найти истину и обеспечить справедливость. «Слушай, прости, ладно?» — поднял перед собой раскрытые ладони Борис. «Но этот человек опасен, а ты, похоже, не способна сейчас трезво мыслить из-за чувств к нему». «Это было не твое личное решение. Я имела право участвовать». «Да, но я решил защитить тебя и предоставил доказательства правоохранительным органам. Несколько дней были наполнены допросами, расследованиями и переживаниями». «А почему меня не вызвали к следователям?» — растерянно переспросила Катя. Злость начала медленно гаснуть в ее душе. Она стала понимать, о чем говорил Борис, рассказывая, что хотел ее защитить. Только представив, что ей пришлось бы пройти через череду допросов и объяснений, Катя почувствовала головокружение и слабость. «Нет, видеться с Максимом через решетку было выше ее сил». «Я специально попросил не тревожить тебя пока что», покачал головой Борис. «Но теперь все закончено?» «Да, ненадолго упрячет его за решетку по статьям мошенничества, кражи с проникновением, в общем, целая куча статей». «Кажется, я никогда не смогу чувствовать себя в безопасности», обхватила свои плечи Катя. «Не переживай, я с тобой. Так что передай защиту от плохих парней в мои руки», подмигнул Борис. «Кстати, ты хочешь увидеться с ним?» «Боже, нет!» воскликнула Катя, закрывая лицо ладонями. «Хорошо, тогда я попрошу, чтобы суд состоялся без тебя, а только с адвокатом». Странно. Но, вопреки обещаниям Бориса, после суда над Максимом легче Катя не стало. Наоборот, она испытывала лишь горечь и тоску. «Съезжу к Лене, сводной сестре Макса, развейсь хоть немного. Думаю, она тоже имеет право знать, чем все это закончилось». «Хорошо», — согласился Борис. Вся эта история помогла им сблизиться. Они продолжали общаться даже после завершения следствия, и Борис всячески оберегал Катерину. Оставшиеся в одиночестве, ей такие ухаживания были приятными, и она даже начала испытывать некую симпатию. «К тому же мне кажется, что с Леной что-то не в порядке. Я звонила ей недавно, а она даже говорить не могла без кашля. Чувствую, что это непростая простуда после полыньи. Да и была ли это полыньята?» Попрощавшись с Борисом, Катя отключила телефон и свернула на знакомую пригородную дорогу. Сердце ее беспокойно билось, порождая в душе волнение за подругу. «Привет, ну как вы тут?» — громко спросила Катя, входя в знакомую прихожую. «Кать, ты?» — слабо отозвалась Лена из своей комнаты. «Заходи». «Подруга, да ты вообще не в порядке!» — взволнованно сказала Катя, обнаружив хозяйку, лежащую на кровати. Мать Сони выглядела измученной и худой. «Да пустяки, просто не выспалась!» — отмахнулась Лена, безвольно уронив руку на простыню. «Даже Соня уже тебе не верит!» — укоризненно ответила Катя. «Сейчас она как никогда ясно осознала, что ситуация с болезнью куда серьезнее, чем она могла ожидать. «Все, хватит дурака валять, едем в больницу!» — строго сказала Катя. «Вот еще, не поеду никуда. И даже не спорь!» Катя помогла подруге погрузиться в машину, а через сорок минут они уже были в приемном покое лучшей городской клиники. «Вот пациентка, о которой я спрашивала!» — сказала Катя, поздоровавшись с вышедшим к ним врачом. «Ну что ж, давайте проведем обследование!» — улыбнулся Карл Генрихович. В больнице взяли необходимые анализы, и после нескольких часов Катя получила ужасную новость. У Елены обнаружена онкология в запущенной стадии. «Сожалею, ваша подруга слишком долго тянула», — развел руками врач. «Но можно же что-то сделать!» — обреченно выдохнула Катя. «Сожалею». Новость ударила по сердцу. Катерина с содроганием поняла, что время теперь работает против них. «Скажите, ее выпишут?» «Я бы не советовал. Здесь я окажу достойный уход, обезболивающий и прочее. Дома она только настрадается перед...» Карл Генрихович кивнул наверх, не став договаривать фразу. «Я могу ее увидеть?» — прошептала Катя, лишь усилием воли, заставляя себя не плакать прямо сейчас. «Конечно». Врач повел ее за собой, показывая нужную палату. Белые стены, запах лекарств — все это было страшно. Эта больница много раз становилась свидетелем невыносимой боли и уже привыкла к ней. А вот Катя... Для нее все это было первый раз. «Привет, подруга!» — попыталась улыбнуться она, увидев Лену. «Меня ведь уже не выпустят!» — устала, переспросила та. «Все будет хорошо?» «Да поняла уже, что не будет!» Катя прижала ладони к лицу, растирая горячие слезы. Смотреть на угасающую Лену было невыносимо. Но она должна была держаться. Ради подруги. «Кать, я... Я знаю, что мои дни сочтены, и я не смогу быть рядом с Соней. Не говори так. Мы будем искать лечение. Найдем способ тебе помочь». «Ты ведь не хуже меня, зная, что для этого уже слишком поздно». Слабо улыбнулась Лена. «Болезнь слишком запущена. Я прошу тебя, обещай мне одно». «Чего ты хочешь? Что я должна обещать?» Выдохнула Катя сквозь слезы. «Помоги мне. Пообещай, что ты не оставишь Соню. Позаботься о ней!» С трудом выговорила Елена. «Ты же знаешь, я сделаю все, чтобы ей помочь!» Сказала Катя, сжав руку подруги. «Спасибо, Кать. Я знаю, что она будет в безопасности с тобой. Моя Сонечка будет счастлива. Обещаю. Я буду любить и заботиться о ней, как о собственной дочери. Ты можешь быть спокойна», — сказала Катя, глотая комок в горле. «Спасибо. Знаешь, я рада, что сейчас не одна». Лена откинулась на подушке. Рука ее ослабла, а приборы начали подозрительно пищать. Кажется, вместе с уходом Лены ушла и какая-то часть сердца Кати. Только обещание позаботиться о Соне помогало ей оставаться сильной. Она должна была быть в порядке, ведь девочке сейчас приходится в разы хуже. «Всего пару месяцев прошло, а как будто все было вчера», — грустно вздохнула Катя. «Думай о том, что у нас осталось», — сказал Борис. «Ты всегда был мудрым». Она прижалась к его плечу. Спустя несколько месяцев после трагической смерти Лены, Катерина стала официальным опекуном Сони и нашла новую любовь в лице Бориса. Они решили начать встречаться. «Спасибо, ты спас нас всех от Максима и оказался настолько честным, что вернул большую часть денег, полученной в качестве уплаты долга». «Они ведь были украдены у тебя», — улыбнулся Борис. «Да и искренние отношения с любимой дороже любых денег». «Слушай, я не знаю, как ты отнесешься, но...» Катя замялась, не зная, как сообщить новость. «Что такое?» Тут же обеспокоился Борис. «Да нет, ничего. Просто я сделала тест, и он оказался положительным». Катя замерла, боясь получить негативную реакцию. «Они никогда не обсуждали с Борисом возможность собственных детей. И теперь это случилось так неожиданно». «У нас будет малыш?» — удивленно переспросил Борис. «Так это же замечательно». Он принялся обнимать свою возлюбленную, покрывая поцелуями ее лицо и искренне радуясь скорому появлению наследника. Катя счастливо выдохнула, чувствуя, как отступает напряжение, висящее над ней все эти месяцы. Возможно, все вместе, они с Борисом, Соня и их будущий Карапуз смогут начать новую жизнь, оставив за плечами все страшные приключения прошлого. Дорогая машина остановилась у отделения полиции, где сейчас содержали Максима, чтобы потом перевезти его в тюрьму. Эффектная блондинка, Анна, любовница Макса, вышла с водительского места, поправила укладку и направилась ко входу. «Я, конечно, рад тебя видеть, но зачем ты здесь?» – проговорил Макс, глядя на любовницу. «Потому что я не могла простить этой стервик-катеньке заключение моего любимого», – кисло проговорила Анна. «Слушай, я знаю, что ты способна на многое, но не усугубляй ситуацию», – покачал головой Макс. «Поздно, милый, я уже заложила бомбу под ее мирную жизнь», – победоносно проговорила Аня. «Кстати, ты знал, что пока отдыхаешь на нарах, она уже новым мужиком обзавелась?» «Да какая мне разница, кем она там обзавелась? Что ты сделала?» «Хм, наша Катя залетела от нового ухажера, а я, не будь дурой, воспользовалась возможностью и подкинула ему анонимную записку. «Мол, Боренька, дурят тебя, ребенок не твой!» «Ты думаешь, он поверит?» – скептически приподнял бровь Максим. «Поверь, я кое-что узнала про этого мужичка с грустными глазками. На вид он пушистик, но характер – огонь!» – самодовольно улыбнулась Анна. «Готова поспорить, что в их семейном гнездышке уже бушует пожар!» «Дом Катти сегодня и правда не отличался спокойствием. Прошло несколько месяцев с тех пор, как она узнала, что беременна. Все протекало гладко, и казалось, что новая жизнь навсегда позволит забыть страхи прошлого. Пока сегодня утром Борис не сошел с ума. «Как ты могла это скрыть? Я думал, что наши отношения основаны на доверии!» – прокричал Борис с пренебрежением, глядя на Катю. «Да в чем дело-то? Не делай вид, что не понимаешь!» «Так я и не понимаю!» – выкрикнула Катя, и тут же поморщилась, чувствуя, как тянет живот. «Этот ребенок должен был стать благословением, а ты…» Борис обиженно задохнулся с демонстративным отвращением на лице, отвернувшись в другую сторону. «Ты можешь нормально объяснить, что происходит?» – сказала Катя, чувствуя, как усиливается резь внизу живота. Испытанный стресс определенно не пошел ей на пользу. Борис как с цепи сорвался, совершенно никак не объясняя свое недовольство. С самого утра он просто кричал на нее, а потом делал вид, что Катти просто не существует, чтобы через пару минут обрушиться на нее с новой порцией туманных упреков. «Мне даже просто произносить это вслух противно!» – сказал Борис. «Тогда помолчи, ради бога!» – болезненно выдохнула Катерина. «С чего это я должен молчать?» – «Потому что я, кажется, рожаю твоего ребенка!» «Моей воле!» – «Нет времени на твои бредни, звони вскорую!» – прокричала Катя не в силах больше сдерживать приступ боли. Она опустила голову, чувствуя, как по щекам бегут слезы. Катя прижала руку к животу, словно пытаясь защитить своего нерожденного ребенка от бури, царящей вокруг. Она словно хотела сжать малыша еще крепче, словно пытаясь передать свою любовь и защиту Крохе. Однако, лицо Катти полнилось лишь мучительным страхом и мыслями о мрачном будущем. Невероятное напряжение, стресс, вызванный чудовищной ссорой, сыграли с Катей злую шутку. Чувствуя нервное напряжение, она попала в больницу и несколько дней боролась с угрозой выкидыша. Она была на грани слез, боясь за своего ребенка и разочарованная в том, что какая-то анонимка сумела причинить такую боль их семье. Как ты мог поверить этой записке? Как ты мог вообще подумать, что наш ребенок не твой? Я никогда не предавала тебя, Борис. Я... я не знал, Катя. Я был испуган, смущен, не знал, как реагировать. Но ты ей поверил. Поверил этой никому неизвестной злобной лжи? Я разрываюсь от боли, Борис. Из-за твоего недоверия, из-за этой ссоры. Наш ребенок в опасности. Горько выдохнула Катя. Борис лишь склонил голову. Только сейчас, когда страсти утихли, он осознал, как глупо себя вел. Понимать свои ошибки никогда не постно. Но из-за его абсурдного поведения они едва не потеряли малыша. Катя, я так сожалею. Я был глуп. Не хотел нанести такой вред, правда, не стоило так реагировать. Я должен поддерживать тебя, а не усугублять ситуацию. Катя лишь откинулась на подушке своей больничной кровати. Она ощущала, какой непоправимый вред уже нанесен. Чувствовала, что сердце просто разрывается от тревоги. А что, если завтра придет новое письмо? Ты снова будешь срываться на нас? Тихо проговорила она. Исключено. Это исключено, Катенька. Поспешно замахал руками Борис. Пока ты лежала в больнице, я поручил моим людям, которые помогли вывести Максима на чистую воду, проверить, кто же подбросил анонимку. Они обнаружили, что несколько камер зафиксировали. Боря, мне неинтересны твои детективные игры. Устало прикрыла глаза Катя. Мы должны показать нашей дочери или сыну, что мы любим независимо от всего этого. Мы должны быть сильными, преодолеть эту боль. Для него и для нас. Да, верно. Поэтому я и сделал все, чтобы обезопасить нашу семью в будущем, уверенно произнес Борис. В итоге мы по камерам вычислили, что это была любовница Максима. Некая Анна. Кстати, она работает в твоей компании. Что? Да, но я уже сообщил твоей службе безопасности. Они проверят, почему у нее есть столько свободного времени, чтобы в рабочий день ездить подбрасывать анонимки. Пригрела змею на груди, получается? Покачала головой Катя. «Прости меня, обещаю, такого больше никогда не повторится. Я смогу защитить тебя ото всех змей», – горячо пообещал Борис, беря ее ладонь в руки. «Катя, я действительно совершил глупую ошибку. Перенервничал, поддался сомнениям. Но я понял, что без тебя я несчастлив, даже если бы это был не мой ребенок. Ты моя радость, мое солнце. И смотри, кто еще здесь!» Он вышел из палаты, а вернулся с Соней. «Мама Катя, ты же не уйдешь на небо, как мама?» «Милая, конечно же, нет. Наоборот, скоро я вернусь к тебе с братиком или сестричкой», – счастливо улыбнулась Катя, обнимая дочь. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». Для вас всего один клик, но для меня это очень важно. Спасибо заранее.